Подготовить проект решения социально-экономической проблемы, заявленной по субъекту в виде соответствующего кейса. Такая задача стояла перед нашими ребятами. Так как сфера жилищно-коммунального комплекса в регионе является одной из актуальных, Оргкомитетом было принято решение предоставить задание конкурсантам именно этой тематики. Нужно было предложить конкретные управленческие решения, а также провести сравнение путем анализа мирового и отечественного опыта решения своего кейса, тем самым отметив отличие принятого командного решения от имеющихся в настоящее время. С этой задачей участники справились и смогли успешно пройти региональный этап конкурса «Лидеры России». Перед командой стояла задача предложить конкретные управленческие решения по достижению баланса интересов органов власти, инвесторов, поставщиков и конечных потребителей населения. Ребята приняли от себя новеллу, отличную от мирового опыта, то есть именно связанные с спецификой нашей страны, с нашей географией. Они блестяще справились с этим заданием. Оргкомитет, администрация президента страны был очень доволен им. Ребятами было предложено даже проконсульционное соглашение в части имущественного комплекса водохозяйственного и энергетического. Вот коллег прямо этого вообще пришло дело. Вот именно вот это. Приятно, что наша молодежь участвует в подобных проектах. Конкурс «Лидеры России» имеет высокий статус. Его финалисты составляют резерв госслужбы. Для вас тоже это проверка на умение работать в команде, что немаловажно для будущих руководителей высшего звена, отметил глава Ингушетии, обращаясь к конкурсантам. Это очень серьезно. Я доволен. Я прочитал про вас все. Я хотел бы, чтобы такие люди, как вы были, вас больше было. Чтобы как раз нам нужно, чтобы вот инициатива была, тем более лидеры России, и перспектива была, и нам нужны специалисты. И мы даже приглашаем и стараемся пригласить. Напомним, что конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента Владимира Путина. В апреле 2023-го стартовал пятый сезон проекта, в программе которого впервые появился региональный этап конкурса «Лидеры России». Важность этого нововведения обсуждалась накануне в Кремле на заседании Наблюдательного совета ОНО «Россия – страна возможностей». Хать Забриева, Хусен Гагиев, Лесу Пханиев, Рахман Цуров, Новости 24.